итак у нас все готово для нашего маленького судного дня я жду димона мы запишем наше маленькое послание и будем уже выдвигаться блин у вас он сломанный он ничего вообще не открывается я вбиваю код он просто пишет офф я такой круто давай говори начинать по тексту но да нет то есть тексты там принципе своими словами сейчас повторю еще чуть-чуть а то у меня времени не было я не так уж сильно люблю эту жизнь и я знаю что буду счастлив там где окажусь так что я ухожу прямо вот это так ладно я пока вырублю давай говори мама я должен идти осталось всего лишь полчаса до нашего маленького судного дня ребята я хотел извиниться перед вами всеми за всякое дерьмо что когда-либо было что я когда-либо делал так тогда держи в общем все те кого я люблю простите что так получилось блин я когда думаю об этом мы сделали то что должны были сделать да мы не можем ничего с этим поделать мы не можем просто так это оставить то как общество относится к нам и таким как мы простите мы не можем просто так этого оставить ну что все все простите нас до свидания до свидания ну вот кажется и все чё-то я сегодня нервничаю а то надо проверить что все готово да все нормально вот вот и вот и вот и и Знаешь, я бы не смог сделать это с кем-то другим Я хочу сказать, что я тоже не смог бы сделать это с кем-то еще Мы всегда об этом мечтали Это что еще за фигня? Зачем вам оружие? Вы что собрались делать? Катюша, ты мне сегодня нравишься Убирайся отсюда, иди домой Есть много фильмов, посвященных насилию в школах Очень здорово, что почти во всех из них проблема не преподносится однобоко Присутствуют попытки рассмотреть различные недостатки общества, из-за которых все это продолжает происходить Особенно это касается таких замечательных картин, как «Пиф-паф, ты мертв», «Привет, Герман», «Класс 2007 года», «Сердце Америки», «Пригнись резня в школе Карбайн», «Черный дрозд» и другие Среди прочих, мое внимание привлек фильм «Мне не стыдно» 2016 года Че это? Новый фильм про трагедию в школе Колумбайн в 1999 году Ты в этом точно уверен? Я его уже видел И, по-моему, это один из тех про христианских фильмов, в которых говорится «Будь христианином», «Иначе смерть», «Ад», «Убийство», «Хаот» и «Всемирный потоп» Да что ты понимаешь? Это же просто другой взгляд Знаешь, я ничего против других взглядов не имею, если они не упускают существенные детали Возможно, это первая картина, которая делает попытку именно воссоздать реальные события в школе Колумбайн 1999 года А не просто похожую на нее историю по мотивам, как это было во всех других художественных фильмах по данной теме Здесь есть те самые Эрик Харрис и Дилан Клебболт Какого черта именно он? Почему я должен смотреть это дерьмо? Есть много других, более классных фильмов Меня всегда интересовала тема жестокости в целом, ее природа, откуда это все берется и как это остановить Наверное, я бы соврал, если бы сказал, что в юности у меня совсем не было мыслей о мести и расплате с обидчиками Речь о том, когда ты чувствуешь, что тебе больше нечего терять, что тебе все равно, жив ты или мертв Вот о чем я говорю Представляешь себе? Нет А я да К счастью, позже мне удалось научиться оставлять негативные эмоции в творчестве Знаешь, что я делаю, когда я злюсь? Выплескиваю эмоции на бумагу Это помогает Фильм «Мне не стыдно» повествует нам о жизни одной из жертв трагедии Колумбайн 1999 года Рэйчел Скотт была христианкой Оставила после себя тонны дневников, стихов и рисунков, которые и легли в основу картины Нам показывают ее жизнь, ее личные переживания, поиски, трудности И это вроде бы неплохо, с одной стороны Есть много интересных моментов, где-то ей можно сопереживать по-настоящему Кому ты здесь чушь несешь? Они все перевернули Они выставили нас главным злом, понимаешь? Но в то же время фильм сильно удаляется от разбора причин трагедии Среди всей этой пропаганды христианства, Эрику, Дилану, да и другим участникам тех событий Уделяется очень мало времени Не раскрываются их характеры Нам не показывают хоть какую-то мотивацию стрелков И вроде бы есть одна сцена, которая намекает нам на причину столь ужасной мести Эрика и Дилана Но все дальнейшее повествование преподносит нам их строго с отрицательной стороны Как каких-то отпетых, карикатурных злодеев Злых, потому что они злые А не потому что над ними 4 года издевались в школе Об этих реальных событиях фильм не договаривает Они пришли убивать школу Колумбина Они не пошли в полицейский участок или в библиотеку Потому что они ненавидели эту школу Они ненавидели несправедливость этой школы Ненавидели обстановку Я не оправдываю то, что они сделали Я просто пытаюсь найти ответы А идея совершить массовое убийство, судя по фильму Приходит им в голову во время игры в приставку На радость всем Милоновым и прочим Мизулиным Именно в этом кадре лишний раз виден пропагандистский характер фильма Что после Колумбина общественность требовала запретить жестокие игры Что после других подобных трагедий Все твои компакт-диски, все видеоигры будут изучать Типа такие, о, Мортал Комбат, все из-за нее Но ведь игры тут совершенно ни при чем Вы не ищите ответов, вы просто пытаетесь что-то на кого-то повесить Как в видеоигре Я хочу оставить неизгладимое впечатление этому тупому миру Начать цепную реакцию Понимаете, постоянно это происходит Общественность все время хочет найти виновных где угодно Но только не в самих себе Или той системе, которую они сами же и создали Сколько еще нам нужно жертв, чтобы понять Что проблема не в играх, не в музыке или условном бараке Обаме Я понимаю, что тебя угрожают твои одноклассники Но пойми, суть в том, что родители, учителя и обвинения жаждут крови А правда никого не интересует? Проблема в обществе В том давлении, которое оно оказывает на детей и подростков Насильное принуждение к праву на образование Школьная нагрузка Непонятными, неинтересными и неизвестно зачем нужными предметами Вместо того, чтобы дать подросткам и детям развиваться в том В чем бы они, возможно, хотели И они бы обязательно нашли это Если бы мы не создали у них такое отношение к учебе, как к наказанию И это не считая таких вещей, как попустительство к внутришкольным иерархиям И всему, что из них вытекает Одним из основных факторов, повлиявших на чувство отчуждения Которые испытывают Эрик и Дилан Является обстановка в их школе Эрик и Дилан считают, что в неписной иерархии школы Колумбина Они находятся в самом низу Они странные ребята, которые общаются с другими отверженными На самом верху находятся Джоки Группа со своими правилами поведения и со своей формой одежды В которую входит белая бейсбольная кепка Джоки это не обязательно спортсмены Джок это любой, кто верит, что он лучше других Потому что он носит хорошую одежду Гуляет с самой красивой девчонкой Потому что учителя к нему относятся по-другому И вообще, что он заслуживает лучшего, чем все остальные Обвинение жертв Отсутствие сострадания И желание выслушать детей и подростков Вот что создает Колумбайны А не игры и музыка Нам всем пора это признать Мы все в этом виноваты Это мы были слишком злы и безразличны Это мы ничего с этим не сделали Но нет Людям всегда удобнее найти виновного Чем признать свои ошибки И работать над ними Они приходят со своими нерешенными проблемами в школу И получают новые Это может плохо кончиться В фильме есть интересная сцена Учащиеся представляют свои проекты на тему Как можно изменить мир Рэйчел рассказывает о своих христианских идеях Сострадания и взаимопомощи Присутствующие слушают явно без интереса Но никто ее не перебивает И она доводит начатое до конца После чего возвращается на место Наступает очередь Эрика и Дилана И они презентуют свой любительский фильм Фантазию о том Как они расправляются со школьными хулиганами Постоянно задирающими их и других ребят Такой фильм, кстати, действительно существует И его до сих пор можно найти в интернете Рэйчел просит учительницу Немедленно это выключить Вместо того, чтобы хотя бы попытаться Выслушать чужую боль Раздирающую ребят изнутри настолько Что это превращается в ненависть Это не упрек в адрес сценаристов Или героини фильма Это скорее отражение именно той реальности Которую мы имеем и по сей день Людям проще не замечать чужую боль А ведь, на мой взгляд, это и есть ключевая проблема Общество даже не хочет выслушать подростков Ты умный парень, Герман Почему ты не захотел поступить в колледж Найти там друзей? Но ведь сработало, верно? Сработало? Ты здесь, так? Ты убивал ради этого? Только так я мог привлечь к себе внимание Но тебя убьют Ты сделал больно невинным людям Ты искалечил сотни жизней Ты испоганил собственную жизнь Зачем? Ради этого шоу? А что моя жизнь? Всем на нее плевать Никто не стал бы слушать меня Скажи, пожалуйста, если бы у тебя был шанс Обратиться к этим детям, которые в Клумбине устроили кровавую боль Что бы ты им сказал? Как думаешь? А я бы ничего не сказал Я бы послушал, что хотят сказать они А это именно то, чего не сделал никто Во всем остальном Мне очень понравился этот фильм Я согласен с главной героиней в том Что нашему обществу действительно не хватает эмпатии Хоть взгляды на религию, веру и прочую мистику У меня немного другие Мне не очень нравится церковь А сюжетная линия о том Что не нужно притворяться И не надо бояться быть собой Это то, о чем я и сам часто говорю людям Рэйдж, ты должна быть собой Знаю Я притворялась Но больше я такого не позволю Но поскольку фильм Мне не стыдно Этого не сделал Сейчас самое время заняться поиском Реальных, а не выдуманных причин Насилия в школах Мы учим детей говорить Но потом мы затыкаем их мысли и чувства Мы формируем и поддерживаем культуру В которой уважается только сила Рассказать о своих проблемах, трудностях Считается признаком слабости Вместо этого общество и массовая культура Говорят нам Мужчина, который не может за себя постоять Вырастет неудачником Если ты дашь им отпор Они больше тебя не тронут Ты понимаешь, что вот так это кончиться не должно Ты должен избить лидера этого стада Чтобы он Ты понял? Ты знаешь, где расположен треугольник? Да, вот он Тогда бей Вот как надо бить Ну вот Эрик и Дион и проявили ту самую силу Фактически они просто дали обществу то, что от них требовала эта патриархальная модель Патриархат направлен в первую очередь против женщин и на укрепление власти мужчин Но у этих привилегий есть и последствия Мужчины и мальчики, которые оказались недостаточно агрессивными, сильными Или любым другим способом не соответствовали внешне или внутренне образу сильного самца Подвергаются травле и унижением Глупо отрицать, что это один из ключевых факторов, формирующих почву для школьных расстрелов Системное угнетение молодежи Принуждение детей к тем занятиям, которые они по собственной воле вряд ли выбрали бы Контроль внешнего вида, а порой внутренних убеждений А те дети и подростки, которые решаются спорить или не соглашаться со взрослыми Мгновенно заносится в ряд психически неуравновешенных, девиантных и так далее Как долго общественность будет продолжать оправдывать эту систему, в то время как практика раз за разом показывает нам, что это небезопасно Мама Папа Вы заставили меня убить вас Я хотел убить вас, но я не хотел, чтобы вы умирали Я не знаю, как еще могу объяснить вам, что со мной творится Чтобы вы постоянно не перебивали меня Вы не знаете, как тяжело быть никем Где мое настоящее место? Куда мне пойти, чтобы никто не преследовал меня? Я прихожу в школу, учителя дают мне задания, требуют делать то, а не делать этого И когда я прихожу домой, всегда оказывается, что я что-то не сделал Я всегда недостаточно хорош Наверное, я просто устал от вашего постоянного недовольства Один из самых разрушительных видов насилия над личностью Взрослые, не слишком довольные собой, часто прибегают к такому способу самоутверждения Как обесценивание других, чаще всего тех, кто от них зависит Может быть, дети и подростки были бы куда менее склонны к суицидам, насилию, селф-харму, алкоголю и другим наркотикам Если бы их не обесценивали Если бы их мнение было важно для нас Если бы они имели право на свои взгляды и идеи Если бы они имели право быть несогласными с нами и не быть за это наказанными Если бы они имели право на индивидуальность, в конце концов Если моя собственная мать меня не слушает Неужели ты думаешь, меня кто-нибудь другой будет слушать? Ну ладно, пусть будет по-твоему Убеждение общественности в том, что жертва всегда сама виновата в своих проблемах Человек, которого бьют, обзывают, дразнят, сам виноват в этом Жертва сама нарывалась, сама провоцировала своих насильников Осуждение жертв, буллинга и других видов насилия Не прибавляет им уверенности в том, что проблему можно решить мирно У тебя такой стиль Ты хотел выделиться, у тебя получилось Как ощущения? Я за решеткой, какие могут быть у меня ощущения? Осуждение и обвинение злит человека И приближает его к той черте, после которой последует то, о чем все пожалеют Но все равно не сделают правильных выводов Школа — это святой и непогрешимый общественный институт Виноват может быть кто угодно И охранники, которых выгнали из школы И администрации школ, которые не поставили металлодетекторы, чтобы сканировать внутренности школьников И родители, которые не вбили им в голову правильные мысли Но никак не школьная система, которая всегда порождала одни и те же конфликты В каждой новостной статье пишут про всеобщий шок от произошедшего И психическую неуравновешенность стрелка Люди как-то игнорируют тот факт, что и он, и его жертвы, кроме учителей И другие ученики в тот день, да и в предыдущие тоже Оказались в здании школы недобровольно К тому, что детей заставляют ходить в школу под луживые сказки о развитии Все настолько привыкли, что не обращают внимания на проблемы Даже когда они прямо перед их лицом Вы что, верите всему, что вам в школе говорят? Как же я ненавижу эту сраную школу? А говорят, что школа — это лучшие годы в твоей жизни Вопрос об альтернативе школьной унизительной принудиловке даже не поднимается А тем временем люди существуют в принудительных коллективах В ситуациях, из которых у них нет возможности выбраться самостоятельно А не самостоятельно, по милости законных представителей У них есть возможность только попасть в точно такие же принудительные коллективы Школьники не идут в школу с какой-то целью, чтобы им не пытались навязать Школа существует для родителей в качестве их камеры хранения В результате в этих коллективах может происходить все, что угодно Травля по любому поводу, стычки на пустом месте и так далее Ни один вменяемый взрослый человек не будет воспринимать как должное лишение свободы На энное количество дней в неделю, по несколько часов в день Без самостоятельно сформированной цели С чего мы вообще взяли, что психика детей и подростков может воспринимать это так? У нас есть чувства, нам бывает больно, нам бывает страшно Ты должен этому научиться, я не шучу, это важно Вопреки альтернативной психологии, которую им приписывают На практике насаждаемый самообман редко приводит к осознанию целесообразности школы в их жизни Иначе откуда списывание? Использование любых возможностей легально откосить от занятий? Откуда тонны литературы и гигабайты видеороликов о том, как заставить детей ходить в школу? Это же все неправильно Если ты не играешь по их правилам, если не притворяешься, если не играешь роли, то ты угроза Ты изгой По мнению этих психологов и аналитиков, школьники могут вникать в причинно-следственные связи исторических процессов Но не могут осознать, что для них важно и почему Введите обвиняемых в зал Вам предоставляются последние слова Вы сами виноваты Лучше бы ты просто уйдешь Это ни на что не конечно Мы все не нужно было терпеть, как все Они люди все не умерли Тебя завтра не мешал Ты сам нарывает, что ты все не умерли Просто нужно было побольше предать Стоять, а не все так не умерли Уважай, подчиняйся, учись Уважай, подчиняйся, учись Я ненавижу эту школу Чему вы учите детей? Я так устал от этой фальши Я не надену больше форму Всех одинаковыми Быть вам ни за что нас не заставить Школа это ад Конфер-конформистов Школа это ад Учителя-фашисты Из тебя делают просто в новую копию Слушай внимательно, раб Запоминай Школа это ад Школа это ад Стандарты, требования, нормы Аксурдное истребление Все подогнать по форме Свободы нет ты под замком Это не школа Тюрьма, придется стать бунтовщиком Школа это ад Конфер-конформистов Школа это ад Учителя-фашисты Из тебя делают просто в новую копию Слушай внимательно, раб Запоминай Школа это ад Школа это ад Школа это ад Конфер-конформистов Школа это ад Учителя-фашисты Школа это ад Конфер-конформистов Школа это ад Учителя-фашисты Школа это ад Конфер-конформистов что это за фигня не так все было да подожди давай досмотрим потом обсудим да ну санина какая-то я сваливаю подожди ладно хрен с тобой да ну тебя этого никак не исправишь такое наш мир но я хочу изменить мир